МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хтанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Харуто обновляется. Здесь построили новое здание для дома культуры, теплый гаражный бокс для новой пожарной машины. Начали капитально ремонтировать школу. Глава региона оценил местные объекты. Александр Терентьев стал чемпионом России по лыжным гонкам в командном спринте. Он выступил в паре со спортсменом из Архангельской области Александром Большуновым. На лечении Мстислава Никонова жителями округа собрано 125 тысяч долларов. Сбор средств закрыт. Подросток находится в онкоклинике в Стамбуле. О его состоянии по телефону телеканалу Север рассказала мама Мстислава. Сбор средств на лечение онкобольного подростка из села Тельвиска Мстислава Никонова закрыт. Об этом сообщила мама мальчика Ирина Никонова. На протяжении нескольких месяцев неравнодушные жители региона и благотворительные фонды вели сбор средств на лечение подростка из села Тельвиска за границей. Решение о лечении в клинике Медикал Парк Стамбул в Турции было принято родителями на основании последних результатов анализов. Как ранее сообщила мама мальчикам, Стиславу не удалось войти в ремиссию. Поэтому семья получила отказ от клиники Израиля, где они планировали провести трансплантацию костного мозга. По этой же причине принять подростка не могут и ведущие российские клиники, где бы мальчику оказали всю необходимую помощь бесплатно в соответствии с мировыми стандартами. 28 марта Мстислав вместе с семьей прилетели в Стамбул. О том, как он себя чувствует, после перелета рассказала по телефону мама мальчика. Провели все диагностические исследования. Взяли кровь, рентгены, УЗИ, КТ, анализы практически все. Сейчас мы ждем результаты диагностики. По результатам диагностики будет уже определено, какой вид лечения и какой вид трансплантации нам предстоит. По словам Ирины Никоновой, самочувствие у Мстислава хорошее. Сейчас они пытаются преодолеть языковой барьер, так как на русском языке в клинике практически никто не разговаривает. А переводчик находится вместе с семьей Никоновых не всегда. На лечении Мстислава в одной из ведущих клиник гематологии и онкологии Турции собрано практически 125 тысяч долларов. Сбор средств закрыт. Сбор, да, закрыт, но еще, может быть, будут дополнительные расходы, так как еще диагностика не пришла, и мы не знаем, какой вид трансплантации будет. Может быть, нас будут проверять как доноров, это будут дополнительные расходы на типирование. Собранных благотворительных средств оказалось немного больше, поэтому их, а это 1921 доллар, планируется оставить на реабилитацию Мстислава после трансплантации костного мозга. Если средства не понадобятся, то они будут перенаправлены в соответствии с решением фондов «Три единства» и «Островок надежды». В случае появления дополнительных расходов по возобновлению сбора можно будет узнать в официальной группе ВКонтакте групп по помощи Никонову Мстиславу. Спортсмен из Ненецкого автономного округа Александр Терентьев вновь завоевал золото на чемпионате России, который проходит в эти дни в Сыктывкаре. Александр Терентьев стал чемпионом России по лыжным гонкам в командном спринте. Он выступил в паре со спортсменом из Архангельской области Александром Большуновым. Ближайшие преследователи уступили победителям 6 секунд. Ранее на чемпионате России, который завершится в Республике Коми 3 апреля, Александр Терентьев уже завоевал золото. В спринте свободным стилем в личном зачете, обойдя на финише многократного олимпийского чемпиона Большунова. Стало также известно, что в последний день соревнований после завершения мужского марафона состоится вручение хрустальных глобусов российским лыжникам Наталье Непряевой и Александру Терентьеву. Непряева получит большой хрустальный глобус за победу в общем зачете на Кубке мира среди женщин. 22-летний Терентьев – малый хрустальный глобус за победу в молодежном зачете среди спортсменов до 23 лет. Он опередил в этой позиции немца и шведа, даже не принимая участия в последнем этапе Кубка мира из-за отстранения российской сборной, как и Непряева. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 8 случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших – 6 жителей Наринмара и поселка Искателей. Один житель Ом и один житель Красного. Выздоровели 9 жителей региона. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс находится 72 человека. Из них стационарное лечение получают 5 человек, амбулаторное – 67. В регионе зарегистрировано 100 летальных исходов от коронавируса. Харута обновляется. Здесь построили новое здание для дома культуры – тёплый гаражный бокс для новой пожарной машины. Начали капитально ремонтировать школу. На всех этих объектах в минувшее выходное побывал глава региона Юрий Бездудный. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Дуркина. В первую очередь губернатор округа Юрий Бездудный проверил работу поселкового поста пожарной охраны. Он был открыт в Харуте в 2008 году. Сейчас там работают три человека. Все сотрудники поста прошли первоначальное обучение с последующим повышением квалификации в специализированном учреждении Архангельской области. В этом году на баланс поста была передана новая пожарная машина. Она приобретена за счёт средств окружного бюджета и в рамках исполнения поручения губернатора. Спецтехника прибыла в Харуту в начале марта. Модель автомобиля была выбрана исключительно для северного региона. Он был изготовлен на заводе в Челябинской области. Новая спецтехника ни в какое сравнение и не идёт с тем, на чём приходилось работать. Насосы замерзали, невозможно было производить локализацию, тушение пожаров. Сейчас эта машина, это как золото для нас. Палочка выручалась. Тем более у нас лесная зона. Лесная зона, машина в арктическом исполнении, 6 кубов, насос специально расположен в кабине, он не замерзает. И неважно какая температура, минус 40, минус 50 или минус 60. Если будут и такие морозы, минус 58 было. Минус 58 было. Минус 58 было. Так что будет показывать, мы будем говорить слова благодарности. Старая пожарная машина базировалась в гаражном боксе СПК «Рассвет Севера». Теперь у поста пожарной охраны появился свой новый и тёплый гараж. Ранее глава региона дал поручение разработать программу по обновлению пожарной техники в сёлах и провести дистанционное обучение сельских пожарных. Администрация Заполярного района и глава муниципалитетов поручена за несколько лет обустроить в населённых пунктах тёплые боксы для пожарной техники. В Харуте также построено новое здание для Дома культуры площадью более 430 квадратных метров. В новом здании разместились танцевальные и зрительные залы, фойе, тамбуры, гримерная, кладовая, звукооператорская. Также в здании есть читальный зал с книгохранилищем. Здание построено согласно проекту, укомплектовано оборудованием и одеждой сцены приточной и вытяжной вентиляцией. Здание построено из санвич-панелей, специально адаптированных под местные 50-градусные морозы, подключено к местной центральной котельной. В настоящее время ведутся плосконаладочные работы и готовится объект к передаче. На данный момент здание поставлено на кадастровый учёт и зарегистрировано в собственность. Стоимость здания под ключ оставляет, согласно оценке рыночной стоимости, 110 миллионов рублей. Следующим социальным объектом, который посетил Юрий Бездудный, стала Харутинская школа. Здесь как раз начался капитальный ремонт здания. На время проведения работ ученики переехали в здание школьных мастерских. Программа капремонтов подразумевает не только капитальный ремонт именно самой школы, но и материально-техническое оснащение. У нас получается 76 миллионов, из них более 50 из федерального бюджета. И практически 7 миллионов именно на оборудование. С 1 января 2022 года началась реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, в которую вошла школа посёлка Харута. В рамках программы предусматривается комплексный капитальный ремонт зданий школы и спортивного зала, а также оснащение современным оборудованием, мебелью и средствами обучения. На данный момент в школе разбирают фасад здания и полы. Вы правильно сказали, что полы были тёплые, и они должны быть тёплые. А для нас на севере это очень важно, чтобы мы потом не тратили лишние деньги на отопление, здоровье детей. Мероприятие реализуется с участием федерального софинансирования. Так, 67% от стоимости ремонта компенсируется федеральным бюджетом, 33% – из окружного бюджета. Срок окончания работ – 1 декабря 2022 года. Побывали в школе. Сейчас осуществляется капитальный ремонт школы. Посмотрели, что работы уже начались, и в этом году мы полностью откапиталим школу. Будет как новенькое, оборудованное современными средствами обучения. Посмотрели новый дом культуры. Строители заканчивают его. Действительно, современное здание, хороший зрительный зал. Ну и помимо этого мы в целом проехали по посёлку. На этом обновление в посёлке Харута не заканчивается. Также в планах на ближайшее будущее – капитальный ремонт местной амбулатории. Наталья Дуркина, Людмила Сидейская, Игорь Тарасевич. Посёлок Харута. Ненецкий автономный округ. 30 марта в России отмечают День ремесленника. Праздник посвящён ручному, производству и творчеству. Настоящие профессионалы своего дела есть и в Ненецком округе. Это мастера, работающие с кожей, мехом и рогами оленя. С секретами прикладного искусства они поделились с телеканалом «Север». Клуб «Мелни» ведёт свою работу в Центре декоративно-прикладного творчества с 2008 года. Под руководством основательницы клуба Екатерины Бобриковой участницы открыли для себя множество секретов ненецкого национального искусства. Мы стали изготавливать именно всё, что связано с традиционной ненецкой культурой. Это и кукла, это и сумочки, это и пояса женские, различные сувениры. Сегодня клубом руководит Маргарита Латышева. Её единомышленники, по сути, являются хранителями традиционной ненецкой культуры. За 15 лет работы в клубе мастерицы научились делать многое. Они научились шить сумочки, тучейку, именно по традиционной технологии. Это шитьё паницы, тоже по традиционной технологии, которые вот именно мы носим. Участница клуба Елена Чудинова с детства занимается пошивом одежды и изготовлением кукол. Традиционным ненецким куклам уко шьют настоящую, но в миниатюре одежду из сукна. Елена для своих кукол сделала канинский вариант паницы. Для изготовления традиционных уко используют клюв птицы. Клюв выполняет особую магическую роль. Голова-то это голова, но это не лицо, а маска. Потому что нельзя было изображать глазки, лицо, глазки, для того, чтобы не вселился злой дух. Свой опыт и навыки Елена передаёт племяннице. Делится всеми премудростями и тонкостями швейного дела. Я в клуб не хожу, просто смотрю, как делает тётя, что-то для себя делаю, чтобы научиться, чтобы уметь это делать. И у нас это есть дома в домашней коллекции. Исходя из того, что у меня мама всё шила, я тоже умею всё и бурки шить, и всё это я умею. Потому что мы с детства тоже этому всему приучены. Полученный опыт в этой семье передаётся по наследству. Как когда-то сама Елена научилась шить в детстве, так и сейчас дочь Соня перенимает всё, что видит от старших. Я очень хочу шить куколом одежду, как моя бабушка. А что твоя бабушка шьёт? Бабушка моя шьёт много-многом куколом одежду. Изготовление традиционных вещей – кукол, сумок и украшений – это большая часть культурного наследия ненецкого народа. Говоря о мастерах традиционного ремесла в Ненецком округе, стоит рассказать об Александре Литкове. Как ученик Филипп Ордио, как меня считают, я от него научился заниматься разными ремеслами. От плетения пояса на ранке, на берде, до изготовления сувениров из рога оленя, например. От отца научился изготавливать традиционный мужской пояс – тасму. Сейчас же делает пояса из готовых материалов на заказ. Тасма изготовлена из кожи – повседневный вариант. Праздничный пояс украшают сукном. Изготовление одного пояса занимает пару дней. А вообще по-ненецки нельзя за один день всё делать, поэтому надо что-то сделать, потом оставить на другой день, и потом нужно закончить. А так, соберёшь день-два, край пояса, и если есть приготовленный материал, потом остаётся так. Это уже мало времени занимает, чтобы установить все эти фурнитуру, рубежи и пряжки на пояс. Это уже совсем мало времени. Мужской пояс носит практичный характер. На цепочках оленеводы носят нож, чтобы он всегда был под рукой. Кроме этого, тасма играет роль оберега. Анималистическая вера, вера в духе, всё такое – это медный сплав, это как бы оберег от злых духов. А так как все эти украшения находятся вокруг человека, со всех сторон человек защищён от, например, духов болезней, духов, которые стремятся повредить человеку, поэтому, когда шаманка младает, он не одевает пояс, потому что это всё-таки не пустит духов к нему, когда он призывает духов для помощи людям, которые попросили помощи, например. С любовью и трепетом мастера относятся к своему делу. Это говорит о том, что прикладное творчество живёт и продолжит свою историю, а настоящих ремесленников станет ещё больше. Всех причастных поздравляем с праздником. Днём ремесленника. Те, которые делают для нас тёплые бурки, для тундровиков – одежду, головные уборы. Дорогие мои, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Анастасия Евтысая, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В марте отмечается Международный день борьбы с депрессией. В настоящее время психологическое состояние здоровья как никогда важно поддерживать. Как сохранить эмоциональное равновесие и не уйти в депрессию – расскажем далее. Психическое здоровье каждого человека имеет важное значение и зависит от состояния нашего тела, психики и социального окружения. Некоторые заболевания, такие как депрессия и тревога, являются довольно распространёнными. Чтобы избежать их, необходимо разбираться в каждом случае со специалистами. Важно понять и принять ситуацию. Важно понять, что на глобальном уровне в данной ситуации вы ничего изменить не сможете. Признать эту ситуацию, принять её такой, какая она есть. И самое главное – понять, что улучшить ситуацию в отношении в семье, со своими близкими, с самим собой, наоборот, это в ваших руках, это в ваших силах. То есть это то, как раз за что ответственны вы, и вы сами выбираете, какой мир будет жить внутри вас. Мир гармонии или, наоборот, хаоса. Чтобы справиться с тревогой, необходимо выровнять дыхание. Ведь при тревожном состоянии оно учащается. Вследствие этого усиливается тревожность. Есть различные дыхательные практики, которые могут помочь восстановить дыхательный ритм. Благодаря тому, что мы можем управлять своим дыханием, мы можем справляться с негативными эмоциями, с негативными чувствами. Можем расслабить себя, дать возможность себе отдохнуть. В то же время мы можем активизировать свое тело и свой мозг. Мы можем стабилизировать свое артериальное давление. Расслабляющее дыхание – это спокойный медленный вдох и более длинный-длинный медленный выдох. Делайте глубокие вдохи и выдохи хотя бы в течение пяти минут. Каждый раз, когда вы чувствуете, что начинаете тревожиться. На помощь приходят не только дыхательные практики, но и другие приемы. Еще один способ прекращения внутреннего негативного саморазговора, самообвинения – это способ перемещения фокуса с внутреннего разговора вовне. То есть направьте свое внимание на внешние объекты, на внешние звуки, внешние ощущения. Перемещайте внимание и перечисляйте все то, что вы видите, слышите, ощущаете по принципу «что вижу, то пою». Важно окружить себя людьми, которые разделяют ваше мнение, готовые выслушать и поддержать, чья точка зрения не идет вразрез с вашей. Должны быть безопасные люди в вашем окружении, с которыми вы можете поговорить, поделиться своими тревогами, своими опасениями. Это те люди, которым вы доверяете, которые не будут вас осуждать или перевоспитывать, говорить о том, что вы неправы. Найдите таких людей в своем окружении, подумайте о них. Это люди, которые будут давать покой, уверенность, силу вам. Состояние психического здоровья в полной мере может оценить только специалист. Однако для текущей оценки собственного состояния или состояния психики родных и близких и принятия решения об обращении за помощью, достаточно обратить внимание на ряд простых критериев. Это состояние сна, уровень работоспособности, эмоциональное состояние и изменение поведения. Если вы наблюдаете резкий отход от привычных схем поведения, необходимо обратиться к специалистам. Наталья Дуркина, Елизавета Кабанова, Антон Дудряков, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.